Всем привет! Это второй выпуск второго сезона проекта Сингента Хелп. Это возможность получить ответы на ваши вопросы, поступающие к нам в агроподдержку компании Сингента. Вопросы, связанные с агрономией, препаратами, болезнями и вредителями. Переходите по QR-коду, задавайте свои вопросы, ставьте пометку Хелп, и тогда, возможно, именно ваш вопрос станет темой одной из наших будущих выпусков. Смотрите нас каждые две недели, не пропустите! Сегодня в нашем выпуске гость, менеджер по развитию гербицидов на зерновых культурах Петр Роткин. Петр, я рада тебя приветствовать. Пару слов буквально о себе. Добрый день, Мария, ты прекрасно выглядишь. Не буду оригинальным. Окончил в Тимирязевку, агрофаг, агроном по защите растений после аспирантура в НИФИД патологии. И вот уже 20 лет я в компании Сингента, приходил на позицию по защите семян. Далее работал от отдела маркетинга до операционного отдела. Сейчас последние три года активно занимаюсь зерновыми гербицидами. Портфель, поддержка, стратегия развития. Я хочу, чтобы ты представил свою команду. С тобой работают достаточно сильные эксперты, которые пользуются и популярностью, и заслуженным уважением. Абсолютно верно. У нас мощная команда, начиная с Андрея Юрьевича Шнейдера, который уже в течение 30 лет поддерживает гербициды. И заканчивая Павлом Данильченко, наш эксперт с южным горячим темпераментом, который объездил поля от Сибири до Калининграда. Да, с такими сильными экспертами работать немного полегче. Прошу вашего внимания, уважаемые зрители. На ваших экранах вы видите изображение, где Андрей Шнейдер держит в руках два сорняка. Самые внимательные. Пишите, пожалуйста, в комментарии. Нам очень важно услышать ваше мнение. Что в руках у Андрея Юрьевича? Это два сорняка или один? И как это называется? Петр, сегодня мы с тобой обсудим ответы на вопросы, поступившие к нам по горподдержку компании Сингента. Итак, мы начинаем. Нас спрашивают из Орловской области. Засоренность лаковыми сорняками около 20 штук на квадратный метр. Надо ли бороться? Если да, то чем и в какие сроки? Я думаю, что просто многие не видят проблемы, потому что на ранних этапах что сорняк, что пшеница очень похожи между собой. Абсолютно верно, Мария. Поэтому я дам простой совет. На ранних этапах развития культуры приходите в поле, смотрите в междуряде, увидите. Злаковые сорняки – это сигнал вам для того, что необходимо работать граминицидами. И ещё от тебя, пожалуйста, ответ. Есть ли сложности со злаковыми сорняками? Конечно, есть. Потому что биология сорного растения очень схожа с биологией культурного растения. Поэтому не все гербициды подходят для этого. Необходимы препараты с антидотами, которые защитят основную культуру. Давай ещё попробуем ответить на вопрос, какие сорняки встречаются в Орловской области. Орловская область, наверняка это будет метлица, может встречаться апсюк. Хорошо. Для тех, кто проживает территорией Орловской области, им всё понятно. Но у нас есть очень огромная страна, где могут быть и другие сорняки. Давай какие-то дадим тонкости, как отличить один злаковый сорняк от другого. Да, действительно, это очень важный вопрос, потому что не все гербициды, не все граминициды одинаково эффективны по всему спектру злаковых сорняков. Необходимо всё-таки определить, какой злаковый сорняк находится у вас в поле и выбрать необходимый гербицид. Я пользуюсь, в принципе, вот такой шпаргалкой, которая помогает при выборе и определении злакового растения. Замечательно. Я думаю, что молодые специалисты будут благодарны за такую маленькую подсказку. Давай ещё скажем о таком важном моменте, как количество. У нас 20 штук на квадратный метр. Это много или мало? Мы тут возвращаемся к нашему любимому понятию экономический порог вредоносности. Мы говорим, это метлица, 20 штук на квадратный метр. ЭПВ – экономический порог вредоносности для метлицы от 10 до 20 штук на метр квадратный. Если мы говорим о 20, естественно, необходимо бороться с ней, потому что потери урожая при таком количестве засорителей могут достигнуть до 4 центнеров с гектара. Ну да, это уже серьёзно. И ещё тогда твой маленький комментарий. Какая тактика, как защитить свой посев? Бороться нужно на ранних этапах развития в фазу всхода, начала кущения. Именно в эту фазу сорняки наиболее чувствительны гербицидам, и можно работать минимальными нормами. Итак, мы ответили на вопрос и можем двигаться дальше. Второй вопрос к нам пришёл из Татарстана. Флаговый лист уже видно. Можно ли обрабатывать озимую пшеницу противозлаковыми гербицидами? И вторая часть вопроса. Можно ли граминициды смешивать с инсектицидами на основе фосорганики или неоникотиноидов? Хороший вопрос. Давай разберёмся сначала с флаговым листом. Да, это важно, потому что не все граминициды зарегистрированы для применения в этой фазе. В чём может быть проблема? Проблема, я вижу две проблемы как таковые. Первая – эпитотоксичность. Вторая – то, что сорняки наверняка уже переросли, и даже применяя граминицид, мы всё равно не сильно сохраним уже потерянный урожай. Ну да, если сорняк перерос, то тактика обработок уже становится другой. Абсолютно верно. Я бы в данном случае выбирал оригинальный продукт с неким запасом прочности. Да, как-то в одном из агрономических чатов я прямо прочитала, что оригинальный продукт больше прощает ошибок. Сто процентов. Это про это. Вторая часть вопроса. Можно ли смешивать граминициды с фосорганикой или неоникотиноидами? Отвечу на этот вопрос. С фосорганикой никакие граминициды мешать нельзя, с некотиноидами мешать можно, но придерживаться общих правил для приготовления баковых смесей. Какие это правила? Первая – культура в момент применения таких баковых смесей не должна находиться в стрессе. Второй момент, на который бы я обратил внимание – не смешивать слишком много компонентов. Наши сельхозпроизводители любят в одной баковой смеси использовать сразу несколько продуктов. Это и гербициды, фунгициды, инсектициды, добавить рост регуляторов и чуть-чуть гуматов. Чем больше компонентов мы используем, тем больше риск для фитотоксичности. Что я порекомендую? У нас есть специальная шпаргалка по смешиваемости сингентовских продуктов. Можно использовать её. Да, ещё один лайфхак от команды гербицидов. Спасибо. Итак, мы ответили на вопрос и можем двигаться дальше. Третий вопрос к нам прилетел из Краснодарского края. Постоянно работаю гарменицидами по озимой пшенице, но значительного снижения засорённости в последующие годы не вижу. Что я делаю не так, Пётр? Всё он делает так, но со злаковой засорённостью необходимо бороться не только в основной культуре, но и к предшественнику. Как пример, точно такие же злаковые сорняки встречаются в озимом рапсе, а в озимом рапсе вряд ли кто-то работает гарменицидами. Давай ещё дадим такую подсказку по поводу того, сколько живут семена злаковых сорняков в почве. Да, это тоже важный момент. Семена того же самого овсюга сохраняются в почве и могут всходить на протяжении 5-6 лет. Метлица тоже самая аналогичная, лесохвост, такие же цифры. Мы покажем табличку по всхожести различных семян злаковой засорённости. Сплошные лайфхаки от команды гербицидов. Таким образом, твоя рекомендация будет бороться со злаковыми сорняками. Нужно не только в основной культуре пшеницы и ячмени, но и в посевах предшественника. И тогда есть реальный шанс, не то чтобы быстрее, но... Почистить поля. Почистить поля. Мы ответили на вопрос и можем идти дальше. И финальный вопрос, который пришёл к нам из Новосибирской области. Скажите, какой препарат использовать в посевах яровых, чтобы убрать овсюг и просы куриные? Смотрим на превалирующие сорняки, но могу уже сказать, что овсюг точно перерос. Почему ты так уверенно говоришь? В чём подвох? Разные фазы этих сорняков. Один ранний яровой сорняк, второй поздний яровой сорняк. И как минимум 2-3 недели разница между всходами. То есть, если у нас какой-то из этих двух сорняков один перерастаем, мы смотрим именно на него. Да. Абсолютно. Если сорняк уже перерос, то тогда мы варьируем норму. Естественно, в данном случае нам придётся выбрать, опять же, надёжный, качественный продукт и увеличивать норму расхода. Ну, потому что идёт экранирование. Биомасса как сорняка, так и культура увеличилась. Соответственно, нам необходимо учитывать эти факторы, и нам нужен продукт с запасом прочности. Хорошо. Давай ещё дадим маленькую рекомендацию. Если в хозяйстве, тоже Новосибирской области, и пшеница, и ячмень, есть же разница? Абсолютно верно. Не все продукты зарегистрированы, не все грамменициды зарегистрированы как для пшеницы, так и для ячменя. Часть зарегистрирована только на пшенице, часть на пшенице и на ячмене. И ещё, почему важно смотреть в регистрационное свидетельство? Дело в чувствительности культуры. Ячмень очень чувствителен к применению грамменицидов. Если пшеница ещё стерпит применение противозлаковых продуктов, то ячмень, особенно при возникновении неблагоприятных условий, может отозваться фитотоксичностью. Конечно, со временем эта фитотоксичность может уйти, особенно если сложились благоприятные условия, хорошая влажная погода. Но, тем не менее, в любом случае, даже если вы не увидели эту фитотоксичность, в поле это отразится на урожае. Особенно если яровой пивоваренный ячмень. И из нашего набора гербицидов какой именно продукт ты порекомендуешь против этих двух сорняков – овсюк и куриная проса? В данном случае я бы порекомендовал продукт Аксиал в норме от 0,8 литров на гектар. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашёл время и пришёл к нам на выпуск. Спасибо, Мария, за приятное общение, за интересные вопросы. Надеюсь, наша информация будет полезна для всех сельхозпроизводителей. Если будут возникать какие-то дополнительные вопросы, обращайтесь ко мне, к нашей команде. Это был второй выпуск второго сезона проекта «Сингента Хелп». Присылайте свои вопросы в фото и видео. И если вы хотите, чтобы ваш вопрос стал одной из тем наших будущих выпусков, ставьте пометку «Хелп». Ждём ваши вопросы. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»